В Казахстане намерены прекратить финансирование из госбюджета 120 видов спорта. Об этом сегодня на пленарном заседании Мажелеса парламента сообщил министр туризма и спорта Ербол Мурзабасынов. Из 180 видов оставят только 60. Подробности об этом у Гульнары Хасан. Гульнара, добрый вечер. Какие все-таки виды спорта продолжат финансировать? Что не отнимут? Добрый вечер, Вера. Согласно законопроекту, планируется продолжить финансирование именно тех видов спорта, которые приносят награды на международных соревнованиях и повышают престиж страны. То есть это виды спорта, которые входят в программу олимпийских, паралимпийских, сурдолимпийских, азиатских и паразиатских игр. По информации Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, за последние 6 лет финансирование спортивной отрасли составило 1,4 трлн тенге. Как можем заметить на графике, финансирование в последние годы увеличивалось. Исключением стал лишь пандемийный 2020 год. К сожалению, пока, несмотря на высокие затраты, у нашей страны довольно скромные достижения во всемирном спортивном рейтинге. Если в 2014 году мы были на 25 месте, то в 23 на 42. Поэтому в ведомстве намерены перейти от краткосрочных результатов к долгосрочной политике. То есть больше внимания придать развитию массового спорта. О грядущих изменениях в развитии спорта Казахстана в нашем сюжете. Давайте посмотрим. До Кубка Билли Джин Кинг считанные дни. Соперником казахстанской сборной в крупнейшем международном турнире по женскому теннису станет команда из Кореи. Участницы из страны и утренней свежести уже прибыли в Астану. В честь Казахстана защитят Юлия Путинцева, Елена Рыбакина, Зарина Диез, Жебек Куламбаева и Анна Данилина. Наши теннисистки поборются за право участия в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в 2025 году. На таких турнирах разницы нет, потому что неважно выходят молодые игроки или опытные игроки. То есть у нас настроен на победу, потому что это в первую очередь. Единственное, что когда играют молодые игроки, мы можем не знать многого, потому что мы их там не видели. Нужно настраиваться на полноценный хороший матч. В мировом командном рейтинге АТФ Казахстан в этом виде спорта занимает 13 место. Поддерживать теннис, по которому наша страна входит в двадцатку сильнейших, продолжат. Всего будут финансировать 60 видов спорта, где достигают высоких результатов. Среди них бокс, дзюдо, греко-римская борьба, гимнастика. Об этом на пленарном заседании Мажелиса сообщил сегодня министр туризма и спорта Ербол Морзабосынов. Финансирование остальных 120 видов, не повышающих имидж страны, отменят. Депутат Айдос Сарым рассказал о норме, предложенной депутатами. Отменить выплаты легионерам из бюджета и квазигоссектора. Размеры заработных плат игроков за сезон 2023-2024, мягко говоря, шокируют наших обывателей. Так, канадские хоккеисты Эдвард Пасквали и Алекс Грант получили зарплаты в размере 323 и 288 миллионов тенге. Соответственно, и не учитывая бонусов. Это все наши средства народные. В рассматривании сегодня законопроект депутатами были включены нормы. предусматривающие прямой запрет на финансирование спортсменов-нерезидентов за счет государственного бюджета и средств квазигоссектора. Обе нормы были одобрены и приняты. Куда будут направлены сэкономленные средства? Сэкономленные средства будут направлены на развитие детско-юношеского спорта, на интернаты, на детско-юношеские спортивные школы, на спортивный резерв, на реконструкцию спортивных объектов, также оснащение инвентарем именно виды спорта. В Минтуризма и Спорта планируют увеличить финансирование массового спорта, а также улучшить условия для спортсменов с ограниченными возможностями. У них появится сопровождающее лицо, которое упростит их участие в спортивных состязаниях. Гульнара Хасан, Ургалим Амурбаев, 24КЗ. Что ж, Вера, надеюсь, что изменения, которые произведут в спортивной жизни страны, позитивно отразятся на мировом рейтинге Казахстана. И число казахстанцев, занимающихся спортом, возрастет до 10 миллионов. Именно такие цели ставит Министерство туризма и спорта. Да, спасибо большое, Гульнара Хасан. Ну, самую главную мысль ты в конце сюжета сказала, что куда нужно вкладывать деньги, так это в развитие массового спорта. И будут у нас медали, и будем мы впереди планеты всей. Спасибо большое.